Привет всем, привет всем любителям хоккея. Открытое первенство города Липецка. К вашему слухам, к вашему вниманию начинает матч, начинает бой команды из конференции регион. И у нас лига любитель. Команда «Спартак» сейчас идет в первую атаку. Гол! Ооооо, вот это начало у нас. Сергей Микряков, по-моему, да, забросил шайбу. Да там, конечно, не без ошибки в обороне у Семцова. Но кого это волнует? 1-0, Спартак повел. Что ж, очень веселое начало. Какая пауза была сделана сейчас нападающим Спартака, Какая выдержка. Уложил он у вратаря. Да, и там второй шанс пытался себе дать Владимир Малкин за счет работы ног, но все равно сумел Микрюков разобраться. И острая сейчас атака пошла на ворот уже Спартака. Залп подбежит и шайба у Семенова. Так вот, встречаются команды Семенова и Спартак. Выясняют отношения и судя по началу будет веселый у нас матчик. Минуты не прошло, уже шайбу мы увидели, причем очень и очень красивую. Ждем, что будет дальше. Но пока давайте, пока есть возможность знакомиться с составами, начинаем с команды Семенова. А, просто потому что я так хочу. Владимир Малкин защищает ворота, номера у него нет. Далее Сергей Горнов, 26-й номер. Сергей Глушков, 25-й. 20-й у Павла Глушкова. Иван Иванов, 18-й. 7-й Владимир Фатеев. Дмитрий Кузнецов, 6-й. 15-й Сергей Невежин. Денис Иванов, 22-й номер. Александр Губанов, капитан команды, 17-й. Вадим Канин, 23-й. 19-й номер у Сергея Бочарова. Денис Беши играет под 14-м номером. Вот он на ваших экранах как раз. Прошлый матч очень уверенно провел, в том числе и Денис и Беши. Но, правда, вот Автоангел особого сопротивления не оказал. Тренер хоккейной команды Сенцова, Виктор Николай Викторович. Боже мой. Виктор Суслов, прошу прощения. И состав Спартака. Денис Беши в атаке. Пауза, бросок. И вроде бы уже отыгран был вратарь. Застрял он на ближней штанге. А бросок был в дальнюю. Попасть только осталось. И вот с этим проблем возникли у защитника Сенцова. Атака пыталась продолжиться с Сенцовцами. Но Павел Лушков застрял в зоне соперника. И тем самым устроил положение вне игры. Состав хоккейного клуба «Спартак». Город грязи. Владимир Семенов защищает ворота. Номер 30. У него Роман Мигунов в седьмой. Сергей Колесников в одиннадцатый. Владимир Котов в пятнадцатый номер. Десятый. Александр Суботин. Двадцать первый. Олег Кулаков. Двадцать седьмой. Андрей Говорухин. Семьдесят пятый. Сергей Микрюков. Автор пока единственной заброшенной шайбы в нашем матче. И девяностый номер. Сергей Леньшин. Вот так я смотрю сейчас на скамейку запасных. У «Спартака» девять полевых игроков всего лишь. На матч у них приехало. Да, будет тяжко. Поскольку у «Сенцова» скамейка... Ну, не то чтобы превышает, да, намного. Но все-таки там у них два полных звена. И еще один игрок есть. Контроль сейчас за «Сенцова». Судейская бригада на этот матч следующими людьми представлена. Главный арбитр Сергей Король. Помогает ему на линиях. Дмитрий Кривоносов и Александр Максимов. Сергей Бочаров с шайбой. Перевод на Кузнецова. Обратная передача. И готов к этому оказался Микрюков. Микрюков отобрал на шайбу. Устремляется в атаку «Спартак». Недолго это дело продолжалось. «Сканин» отработал назад. И начинает атаку. Ошибка. Микрюков снова против «Малкина». Бросок на этот раз. «Малкин» сумел закрыть дальний угол. И сработал блокером. Игра продолжается. Пас неплохой сейчас на выход из зоны. И у нас там падение. Но без последствий. Колесников получает шайбу. Точный пас на Микрюкова. Микрюков пытается пробраться в зону. Мешает этому защита «Сенцова». Александр Губанов набирает скорость. Врывается в зону. Мощнейший кистевой бросок в ближний угол. Не попадает сейчас капитан «Сенцова». Сторворот Беша. Отрабатывает назад. И видя то, что идет пересменка, тащит шайбу самостоятельно в зону. Бросок к домику пытался попасть сейчас Семенову. Беша не попал. Ну как не попал? Направил-то точно. Но, разумеется, Семенов не пропустил. Уброс меня заработал сейчас защитник «Сенцова». В зоне соперника уже неплохо. Четвертая минута матча открытого первенства города «Липецка». Встречается команда «Сенцова». «Спартак». «Спартак» впереди 1-0. Автор единственной пока заброшенной шайбой Сергей Микрюков. Беша. Скидывает передачу на Павла Глушкова. Глушков пытался обратную отдать. Но помешали. Бросок в упор. И Семенов среагировал. Опасный момент сейчас был. Губанова слишком близко подпустили к воротам. Но воспользоваться этой возможностью капитан Сенцова не сумел. Выбрасывание. Выграно «Спартаком» и вынесли они шайбой из своей зоны. Контратак сейчас он может получиться. Кулаков. Нет. Отыгрывает его. Пас на Дениса Иванова. Пауза. Бросок с кистей. Бросок. И Семенов уверенно шайбу ловит. Очередное вбрасывание в зоне. Бросок осенней линии. Снова Семенов. Пытаются пока просто играть сейчас игроки в синей форме. Ну вот. Я не особо так вот в цветах разбираюсь. Но по-моему «Спартак» играет такой больше фиолетовый. А оно и не важно. Контратака по левому флангу. Кулаков сходит шайба с крюка. Хотя уже готовился исполнить кистевой бросок. Кулаков продолжает борьбу. И шайба выносится в нейтральную зону. Мигунов оглядывается и дает передачу вперед. В субботе там оказался. Ошибается Сенцова сейчас с передачей. Но правда контроль за ними остается. Губанов пытался ворваться в зону. Но только со второй попытки Гуфинт. Еще один бросок на противоходе. Нет. Шайба встречена Семеновым. Ударная позиция. Бросок в домик. Канин исполнял. Семенов надежен. Снова вбрасывание в зоне хоккейной команды «Спартак». Кузнецов. Сразу вдвоем пытается отобрать у него шайбу. Колесников в этом преуспевает. Но Сергей Глушков отрабатывает назад и страхует возможную контратаку соперника. Страхует, точнее, от возможной контратаки соперника. Сергей Глушков. Пас вперед. Но там сложно было сейчас. Невежима. Сразу по двух он попал. Раскатка от своих ворот. Пас на Бочарова. Бочаров уходит через центр. Смещается на левый фланг. Бросок. Семенов перед собой отбивает. Пытается Кузнецов прокнуть шайбу дальше. Не получается. Шайба на синей линии. Играет Семенов клюшкой. И сбрасывает шайбу в углу площадки. Бочаров. Пас классный на Канина. Пауза. Пас на дальнюю штангу. Там никого не было. Бочаров встречает его на синей линии. И не позволяет зайти в зону. Сергей Глушков. Оставил шайбу на Сергея Бочарова. Тот на скорости врывается в зону. И отдает передачу на Канину. Но готов к такому развороту событий. Был Колесников. И сыграл на перехвате. Зыбин не справился с скоростью. Но пока контроль шайбы. Нет, тоже он не сумел его оставить. Шайба за собой. Колесников пытается прервать передачу. Сбросил он ее на пятак. Кузнецов играет очень нестандартно на своем пятачке. Но это приводит к успеху. Шайбу невежина. Невежин. Ох, какой силовой прием. А силовой прием запрещены в нашей лиге. Поэтому удаление будет. Ну, знаете, в принципе, Сергей Невежин, наверное, сам больше нашел этот силовой прием. Зыбин не шел так вот агрессивно в тело. Шел он больше на одно. Но вот этот вираж не оставил ему шансов. И пришлось въехать соперника. Две минуты как бы то ни было. У Сенцова сейчас преимущество в одного игрока. Учитывая то, что они проигрывают уже 0-1. Стоит им сейчас как-то поднапрячься и попробовать реализовать это большинство. Шайба выносится из их зоны. Фатеев. Пас на Губанова. Губанов в последний момент убрал сейчас шайбу от соперника. Вошел в зону. Бросок в дальний угол. И Спартак вычищает зону. Фатеева передача от Беши. В накат на Иванова. Иванов хорошая скорость. Денис Иванов. У нас есть еще Иван Иванов. Пас на Губанова. Пас в разрез. Шайба в воротах. Денис Ибеша подключился в атаку. И был вознагражден голевой передачей. Которую он как раз таки и превратил в гол. 1-1. Большинство реализовано. Ну что ж. Не заржавело. А сейчас за Сенцова. Досстаточно оперативно, быстро. А самое главное грамотно разыграли. Они численное преимущество свое. И превратили его в гол. Денис Иванов. Александр Губанов. Ассистировали Денису Беши. В этой голевой атаке. Сенцова. Игра продолжается. И Спартак пытается выбраться из-под прессинга соперника. Мощный бросок. Семенов уверенно работает ловушкой. Активность в плане бросков. В плане объема работы. Конечно сейчас на стороне Сенцова. Собственно говоря, наверное и поэтому они сумели отыграться. В середине первого периода. Канин. Не сумел оставить шайбу в зоне. Тонкая передача вперед. Субботин. Пас. На ближний штанг и за ворот не проходит. Никого там не было из партнеров. Канин. На хорошей такой амплитуде он объехал защитника. Вошел в зону. Укатил за ворота. И обещали его. Бочаров на синей линии направил шайбу в сторону ближней штанги. Заблокирован оказался этот паровый атакующий от Сергея Бочарова. И Субботин сейчас проигрывает борьбу Кузнецова, что интересно. Хотя оказалось, что он будет первый на шайбе. Бочаров пытался обострить ситуацию. Набросом на пятак не получилось. Бочаров отрабатывает назад и уже из нейтрали. Шайба завладел. И начинает самостоятельно разгон атаки. Положение вне игры зафиксировано. Возобновилась игра у нас из нейтральной зоны. В итоге выиграно вбрасывание Сенцова. И Беша устремляется вперед. Хорошая скорость у 14 номера. Уезжает от одного, от второго. С третьим столкнулся. И шайбу все-таки потерял. Контратака. Денис Иванов отрабатывает назад. Страхует защитников. И делает это успешно. Обрез. Но правда положение вне игры заходит. Спартаковцы. Хотя могли воспользоваться этой ошибкой соперника. Убежа к контратаку. Не срослось. Беша неплохой по задумке пас. Но все-таки слишком неудобно. Он был для принятия. Павел Ложков не справился. И проброс. Вбрасывание в зоне Сенцова состоится. 11-я минута первого периода. Матч открытого первенства города Липецка. Встречается команда Сенцова и Спартак. Лига любителей в атаке Сенцова. Счет ничейный. Пока у нас 1-1. Но Сенцов сейчас может это исправить. Ух, какой резкий. Пас на Даништангу. С выезда из-за ворот. Не сумел Ложков подстроить клюшко под то, чтобы отправить шайбу уже в пустой угол ворот. Контроль продолжается. Сенцовцы. Ошибает сейчас Павел Ложков. Но исправляет свою же ошибку. Заблокировав продвижение с шайбой Сергея Колесникова у Губанов. Вытесняется прессингом глубоко к своим воротам. Отдает передачу на Дениса Иванова. Проброса не будет. Борьба будет. Ложков оставил все-таки с шайбом. За который, правда, придется побороться. Борьба. Много борьбы у нас в этом матче пока. Фатеев закрыл зону. И снова он постарался. Но нет. Все-таки снаряд пришел на Колесникова. Тащит он его по левому флангу. Пытается прокинуть шайбу на пятак. Препятствует этому защите Кисенцова. Смена производит парни в синих свитерах. И пытался Колесик сейчас стоя на льду обыграть соперника. Не получилось. Бочаров. Хорошая скорость. Легко он ушел от опекуна. Бросил. Пытаясь попасть в домик. Так, Семенов справился. Да, как нож сквозь масло сейчас прошел Сергей Бочаров. К воротам соперника. Но последнюю преграду в лице Семенова не сумел преодолеть. Невежин. Тонкая передача на Канена. Канен уже менее тонко. Отправил шайбу на левый фланг. Где никого не оказалось. Пас. Вперед. Восполнение Спартака. Пошел на проброс. Что ж, у нас большая часть времени. Игра проходит, если смотреть, разумеется, по первым периодам в зоне Спартака. Тем самым получается то, что первый номер у нас безговорочно. В этой игре отдается Семенцовцам. А приходится Спартаку играть во вторых номерах. Бочаров, какая хорошая скорость. По левому флангу он же пытается пройти столкновение с защитником. Все в пределах правил. Игра продолжается. Скидка интересна. Невежина бросок. Работает сейчас вместо вратаря закругление ворот. И пас интересный. Но Кулакова не сумел. Олег за него зацепиться. Проброс. Явно в контратакующем стиле пытается играть Спартак. Оно, в принципе, наверное, больше не по их желанию, а по агрессивности соперника. Очень активно играет сейчас Семенцова. Старается разнообразить, причем, свою игру. Не только броски, да, с любых позиций, но еще и какие-то хитроумные комбинации. Широким фронтом и возможностями играет Семенцова. Но пока преимущество на табло это им не дает. Котов. Перевод шайбы вроде бы на правый фланг, вроде бы на партнера, но в итоге перехват. Фатеев. Придумал передачу на Павла Лужкова. В итоге отдал шайбу сопернику. Колесников. Объехал. Фатеева. И в накат бросок в одно касание. Сейчас Адзибина состоялся, но слишком высоко шайба пошла. Микриков. Колесникова сейчас просто нанизали на крюк. И это, безусловно, удаление. Удаление. За удар соперника Клюшкой отправляется Павел Лужков. И еще одно удаление Денис Иванов за задержку соперника Клюшкой. Двойное удаление сейчас в составе Семенцова. В концовке первого периода. Это шанс сейчас для спартаковцев. Снова выйти вперед, как это у них получилось в самом начале нашего матча. В контратаке очень даже меткие, да, получается у спартаковцев. Сейчас у них есть шанс разыграть. Бросок в касание от защитника. Ленчин это был. И сейчас он не сумел удержать шайбу, правда. Мигунов. Слишком агрессивный пас сейчас пошел у нами Крюкова. Перехват. Канин. Классная улитка. И сходит шайба с крюка. Семенов, как уверенно, сейчас Клюшкой играет. Пас Назыбина неточный. Бешен на перехвате. Ошибается. 3 в 2 сейчас. Атака идет у Спартака. Наставление Назыбина. Интересный пас на Колесникова. Колесников с него удобно руки пытался нанести бросок. Встреча на это желание блокировкой от Дениса Ибеша. Блокировкой броска, разумеется. Меньше 30 секунд остается до конца первого периода. В матче Сенцова-Спартак. И сейчас Сенцова отбивается в меньшинстве. Втроем они играют против пятерых соперников. Пока неплохо удается Зыбину. Просок. Отскок идет на ближнюю штангу. А Микрюков открывался на дальнюю. Закрепили в зоне Спартаковцы. Пас на Мигунова. И не сумел он оставить шайбу в зоне. Все. Закончилось все время первого периода. Счет ничейный в матче Сенцова-Спартак. Возобновляем репортаж. Матч открытого первенства города Липецка. Встречается Сенцова. Которая втроем сейчас на льду. Против Спартака. Из города Грязи. Пока счет ничейный. У нас с быстрой шайбой сумели начать матч. Хоккеисты. Команды Спартака. Сергей Микрюков отличился индивидуальными действиями. Но Сенцова не сразу. Конечно же. Но все-таки с чувством, с толком, с расстановкой. Сумели ответить заброшенной шайбой. Автор. Автором которой стал Денис Ибеша. Розыгрыш численного преимущества. Очень классным получился у Сенцовцев. И сейчас пропускают у них контратаку. Втроем они играют. Напомню. Уже нет. Уже. В полном составе. И Бочаров устремляется в атаку. Прострел опасно. Могло бы быть, если бы Глушков сумел чуть пораньше. И у нас будет что? Удаление. И удаление снова в составе Сенцова. Что интересно. Сергей Королев подъезжает к судейскому столику. Показывает атаку игрока, не владеющего шайбой. Денис Иванов снова отправляется на 2 минуты. Уже был у него штраф. Только что он буквально его отбыл. Не знаю, что могло там понравиться. Денис Иванов на скамейке штрафников. Сыро, мокро, холодно. И одиноко, что самое главное. По каунтам 1. Ну да ладно. Еще один шанс у спартаковцев. И Беша выносит шайбы из зоны. Причем не абы куда. Точно на крюк Губанову. Губанов отпустил шайбу. Придется за нее бороться. Но он это делает с достоинством и честью. Уходит за ворота. Валит его на лед. Сейчас Мигунов, по-моему, это был. И видит все Сергей Король. За подножку отправляется Мигунов. Ух, какой щелчок сейчас получился у Дениса Беша. Но Семенов все видел и без труда. Поймал шайбу в ловушку. Выиграли вбрасывание спартаковцы. Формат 4 на 4. Сейчас игра у нас идет на протяжении минуты 25. Это будет продолжаться. Беша выбросил, получается, шайбу на соперника. Пас на Кулакова. Сенцова начинает атаку от своих ворот. Пас на Бешу. Пас на Губанова. Пауза. И уже перед самым носом вратаря отдана была передача на усы. Не получилось. Бочаров забрасывает шайбу на ближнюю штангу. Подбор за Губановым. Шайба где-то там в щитках у Семенова. Пас на Великой. Пас на Губанов. Спасибо. Забавный эпизод 4 на 4 формат идет Игрок вышел четвертым Но почему-то посчитал, что он лишний оказался Но все-таки Образумили его Еще одна опасная атака прошла Семенов, так вот, лежа на боку Отдает шайбу судье Начинает, скажем так, привыкать уже К атакам Сенцова Вратарь Спартака Так вы знаете, вот эта вот поза Можно было ее прокомментировать Как, ну, не удивили Ну, ну ладно, контратаку Спартака На оброс там не ждет Ух, как она запрыгнула сейчас Ах, ах, ах Какой моментище это был Да Ну, исправился сейчас Владимир Малкин Ну как исправился Да, шайба Пошла на ближнюю штангу Он пытался сыграть крюшкой Явно не хотел себе он этим самым действием Забрасывает шайбу за шиворот Ну вот как-то само собой получилось Игра продолжается Колесников на оброс И Микрюков там пытался закрыть обзор Вратарев, в принципе удалось Проходило, что Малкин справился Глушков Дает коридор для Губанова Бросок в домик Справляется Семенов И контроль за Семцов Остается Ложный замах И Канин легко уходит от Колесникова Губанов Пас классный на Бочарова Бросок в касании с кистей Игра продолжается Уже в меньшинстве играет Спартак Подбор Семенов Добивание шайбы все-таки в воротах Слишком много дали сейчас защитники Спартака Сделать сопернику на своем пятаке И за это поплатились Шайбой 2-1 Семенов Выходит вперед И снова у нас получается Большинство реализовано Реализовано Семенов И ассистировали Денису Иванову в этой шайбе Александр Губанов И Павел Глушков Массированная атака прошла Семенов сработал на бросок Сработал на добивание Но уже На второе добивание Да подряд Причем Был не в силах среагировать Поскольку Лежал уже на льду Защита На мой взгляд Не лучшим образом сыграла В каком бы то ни было Да В меньшинстве нельзя позволять совершать Вообще добивание А вот второй Тем более Бочаров рвется вперед И в последний момент Его обешайбили Выносит Спартак Шайбой своей зоны Причем Малкин Не позволяет состояться Пробросу Отыгрывается он На Бочарова Бочаров обратно За ворота Там Сразу два игрока Могли выйти на шайбу Пошел Канин Бочаров Обозначил Котов Прессинг Но не пошел За 19 номером Может быть и зря Поскольку Бочарову дали сейчас Возможность Разогнаться Да Он вошел в зону И может делать все что хочет Бросок Ух какой хитрый В дальний угол Справился Семенов Глушков Отсеней Направляет шайбу на пятак Но там никого из Партнеров не было Отбивается Спартак Проброса не будет Слишком медленно Шайба докатилась До ворот Малкина А здесь похоже Да Проброс состоялся Ошибается В попытке Быстрым Первым пасом Начать атаку Сенцова И привозит Вбрасывание В свою зону Какая там Яростная схватка За шайбу В итоге Чуть удачливее Оказались в этой борьбе Игроки Сенцова Кузнецов Хорошая скорость Входит он В зону Оставляет грамотную передачу На Бочарова Бочаров На вираже Уходит от опеки И сбрасывает передачу Обрата На Кузнецова Ошибается Заебен Пытается Бросить Партнера в атаку Малкина Прочитав ситуацию Грамотно вышел Из-за ворот И Ну по крайней мере Срезал Контратаку Опасно Спартак Нагло Сейчас полез На пятак Соперник И чуть было Не вознаградил Себя за такую Держать Заброшенной шайбой Бросок-то не видел Сейчас Малкин И Крюков Старался его спрятать И это ему Очень даже удалось В закругление Попала шайбка Отратака 2-1 Павел Лужков Денис Иванов И пас неточный От Глушкова Только из угла Приходится воцарапывать Шайбу сейчас Иванову Классный перевод На Фатеева Фатеев замах Бросок Шайба Встречена Семеновым И не осталась Она в зоне Не сумел Фатеев Закрыть ее Беша Откатывает назад И начинает атаку Пасом на Дениса Иванова Заеменовым Заеменно хорошо Сейчас сыграл В защите Отобрал шайбу Но правда Передачу мог бы И получше Придумать Приходится ему Снова исправлять Свою же Ошибку Передачи И снова Не точная передача От 77-го Номера Спартака В итоге Атака И положение Вне игры Зафиксировано Сенцово Так хотели Сейчас убежать В атаку На ворот соперника Что забыли О положении Вне игры Зрители И болельщики Напряжены Сейчас Как и хоккеист И счет Да 2-1 В пользу Сенцова Но все равно Ничего не ясно Своими Меткими Опасными Дерзкими Контратаками Спартак это Постоянно Напоминает Бочаров Поэтому в принципе Понятное дело Ух какой бросок Играет Семенов Добивание С острого угла Состоялось Но не пошло Створ Поэтому игроки Сенцово понимают То что для Более спокойной игры Им нужна еще Одна шайба Что они Стараются И воплотить В жизнь Невежен Интересный пас В адрес На Кузнецов Слишком слабый Перехват На оброс От синей линии Семенов Семенов Совсем другой Другой калинкор Канин Передача На Иванова Бросок В ближний угол Справляется Семенов И подбор За Спартаком Шайбу По крайней мере Вывозит Из своей зоны Борьба Субботин На подборе Дальше Пытается Кулаков Добраться До шайбы Но Не сумел Этого сделать Бочаров На вираже Уходит От Субботина И Со второго Маневр Уже двигается К воротам Бросок С неудобной руки Очень хлестким Получился Сейчас У Бочарова Но Семенов Этим Удивить Не удалось Возобновился Игра Мощный Бросок С кисти От Губанова Поставлен на клюшку Шайбу Шла В заградительную Сетку Шайба Вываливается На пятах Но На счастье Спартаковцев Никого там Из соперников Не оказалось Павел Лужков Ошибается С передачей Вход зоны Чистый Бросок Ух как Шайба Взмыла В воздух И завалилась Туда В угол Ледового Дворца Возобновилась Игра Семцова Идет по графику Ну, понятное дело Спартак Бросок 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 Суть по всему Бросок 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 Без вариантов сейчас выбрасывает шайбу Проброса не будет Иван Иванов Передача на Канина Канин В накат на Невежина Невежин немножко не поспевал за этой передачей Но второй волной уже Бочаров включается Финт ушел от одного Вылез на центр Отдал передачу ближе на пятак Шайба взмыла воздух из борьбы Чутилась на лицевом борте Снова Бочаров лезет в центр Скидка интересная на Иванова Иванов отбросил шайбу на Канина Канин наброс на ближнюю штангу Встречен защитой Спартака И Иванов в нейтрале Спокойно отрабатывает В защите Оленьшин 11 минута у нас второго периода Подходит к концу Семцова уверенно Держит шайбу Как еще 3-1 В их пользу Спартак пока проигрывает Передача не точно На Дениса Иванова От Канина И проброс Поброс в ней переносится в зону Семцова Иванов Поборолся хорошо и отдал передачу на Губанова На лихой скорости Ворвался Губанов в зону И отвезли его защитники на лицевой борт Остановка у нас Священие арбитров И какое решение примет главный арбитр Сергей Король Нарушение численного состава У Семцова Кто отправится отбывать командный штраф Фатеев Направляется к скамейке штрафников Неохотно Но что поделать Приходится посидеть 2 минутки Может быть и меньше Это уже от Спартака зависит Как бы то ни было Шанс у Спартака появляется Попробуй сократить отставание в счете Для этого им нужно Реализовать честное преимущество Которое им прямо сейчас Предстоит разыграть И что Шайба остается в зоне Губанов Перехват Тащит он шайбы Без вариантов Вообще выход в ноль Бросок Осталась шайба в игре Семенов Еще один бросок И шайба все равно В игре Спартак пытается убежать Контратаку Пасом на Колесикого Нет Перехват Мигунов Борется с Губановым Лужков Оставляет шайбу за контролем Отыгрывается он на Бешу Беша спокойно На Дениса Иванова Иванов бросок Семенов не фиксирует Шайбу в ловушку Но ничего страшного не произошло Атака Спартака 2 в 2 пока Заебен И не удержала шайбу Мигунов По сути отдал сейчас шайбу Не вежуну Не вежуну Корпус ставит Соперник И забрасывает шайбу за ворота Там Беша Которому противостоит Заебен На уху В борьбе там падает Бочаров Заебеном Но игра продолжается Беша хорошая скорость Броснул с кистей Подставленного То ли клюшка То ли тело Но шайба в итоге пошла мимо Корейсников просит передачи И чуть было не добрался до нее Проброса Не будет Игра продолжается 30 С небольшим секунд Остается до выхода Ох какая ошибка Корейсников Нет Не Корейсников Это Малкин Выручает своих партнеров Да Вот если и нужен был момент Для того чтобы его попробовать реализовать То лучше не придумать сейчас Спартак не справился Счет прежний И 10 секунд Остается у Спартака Наря за счетное преимущество Малкин играет на левый фланг И точная передача получается На Бочарова Бочаров Бросок из-под защитника Семенов уверенно реагирует В полном составе играет Семцова Пас На Канина Бросок не получается У Вадима Фатеев Страхует сейчас Партнера Павел Глушков Перевод на Бочарова Бочаров На Глушкова Обратно за ворота Пытается Он отдать передачу На накат Бочарова На правую штангу Не получается Борьба Шайба все-таки Выносится в нейтраль Ну что ж У нас минута С небольшим Остается до конца Второго периода Семцова Особо не собирается Взвинчиво сейчас темп Стараясь спокойно Довести второй период Оставив прежде счет На табло Канин Уходит от опекуна От второго страху Еще и бросает В дальний угол Не попадает Фатеев Зону закрыл Перевод классный Подбросок В касание Невежина Не попал Сергей Еще один прострел Бочаров чуть-чуть Не успел На дальнюю штангу Бочаров Мучает сразу Двух защитников Фатеев Передача На бросок В касание Губанова Борьба И шайба Все-таки Выносится Из зоны 25 секунд Да Спартак Уже Откровенно Доиграет второй период Не пытаясь Даже бежать в атаку Вот сейчас Перехват Сил нет У Котова Настолько нет Что даже бросок Он не сумел совершить Денис Иванов Тащит шайбу По левому флангу Скидка интересная Продолжение атаки Губанов Подставлена клюшка Шайба идет В лицевой борт Все Закончена Программа Второго периода Сенцова Спартак 3-1 Все готово К началу Третьего периода Матч Открытого первенства Города Липецка Лига Любитель Встречаются Команды Сенцова Сейчас они Шайбой И Спартак Из города Грязи Пока Сенцова Ведется Счетом 3-1 И Идут они На четвертую Шайбу Как глубоко Кузнецов Оказался В атаке Бочаров Справляется С опекуном И пытался Вырезать Передачу Да С выреза Из ворот На дальней штанге Не получилось Контратака Колесников Цепляется За передачу Лезет в центр Убирает Подъедом Руку Бросает Малки Справляется Редкие Эпизоды В контратаках Возникают У Спартака Буквально По 3-4 Штуки Заперед Но вот Очень опасными Они выглядят Сенцова Ведя в счете Имея больше Инициативу Чем у соперника Иногда Заигрывается И пропускает Такие опасные Кутратаки Пока Малкин Страхует Своих Партнеров И тащит Единственный раз Ему Да Не удалось В самом начале Матча Когда Микрикова Оставили Совсем одного И Позволили 75-го номера Спартака Делать все Что угодно На пятачке Здесь бросок Семенов Поставил Последний момент Читок И по сути Вытащил Четвертую шайбу Из копилки Сенцова Кузнецов Оказался Один Одинешник На пятаке Бросать ему Никто не мешал Направил Шайбу Точно В угол На дальнюю Штангу Но Семенов Выше Всяких Похвал Иванов Из-под Трафика Дает Передачу На Кузнецова Кузнецов Крутит Виражи Оставляет Шайбу Себем Вошел В зону Передачу Классно На Бочаров Отдал Бочаров Отыгрался На Губанов Губанов Бросок Дальний угол Шайба Запрыгнуть Мало В дальний Но все-таки Разменулся Штангой Бочаров Обрез Устремляется Вперед Не вижу номер А, это Субботин Десятый Ух, Беш Сейчас в отборе Пытался сыграть В итоге Шайбу-то отобрал Но врезался В соперника Завалился сам Влетел в борт И заработал Судя по всему Штраф За подножку Денис Беш Две минуты За подножку Шанс у Спартака Попробовать Разыграть Чистное преимущество И Сократить Отставание В счете Выграно Брасывание Спартаковцами Шайба Приходит К Малкину И выбивает Шайбу Семцовы Причем Выбивает Грамотно В накат На Александр Губанов Который Ворвался В зону И убивает Время Причем Пытался Сейчас отдать Передачу На партнера Коем Оказался Денис Иванов Кулаков Бросок Выше Перекладиной В дальний Угол В дальнюю Девятку Мютил Олег Достал Сейчас Лайнсмана Бросок В дальний Угол Классно Сработал Сейчас Малкин Поймав Шайбу В ловушку Что ж Неплохо Сейчас Спартак Пытается Реализовать Честное Преимущество Но пока Вратарям Соперника Им не удается Обхитрить Микрюков Яростно Бился Сейчас На точке Но все равно Вбрасывание Проиграл И ошибаюсь Сейчас Спартак С передачи Вперед Тем самым Отдав Владение Сопернику Сенцова Пользуется Сейчас Грамотно Этим владением Выбрасывает Шайбу Причем Дождавшись Того момента Когда Кто-то Из партнеров Этим партнером Оказался Сергей Бочаров Наберет скорость Чтобы навязать Борьбу Уже в зоне Соперника Сейчас Сенцова Просто Выбросили Шайбу Время Тает Несобранность Какая Сейчас Сквозит В действиях Спартаковцев Пас На Колесникова Но он Стоял На синий Поэтому Без шансов Абсолютно И снова Сенцова избавляется От шайбы Пас на левый фланг Колесников Не успел За этой передачей И пробрасывается Спартак За 3 секунды До выхода Пятого поля Угрока В составе Хоккейной команды Сенцова Вбрасывание Переносится В зону Спартака И вот Кстати Смотрю На табло 74 номер И горит Значит Получается У Дениса Беша В этом матче 74 номер Ох Какой бросок Еще одно Добивание В меньшинстве Атаковали Сейчас Хоккеисты Сенцова Но уже в полном По состоянию Беша вернулся На лед Шайба упала В игру Бросок Сразу же С выигранного В единоборство На точке А Дениса Иванова Встречен Защитниками Контроль Остается У Засенцова Павел Лужков Явно Передачу На Губанова Отдал Караулю И может Кулаков Попробовать Побиться Сейчас Но Передача На него Пошла Не самая Удобная Мягко говоря Губанов Сейчас В бешене Разобрались Губанов Избавляется Сейчас От прессинга И отдает Передачу На Бешу Беша Подкидка На Павла Глушкова Касание было Проброса Не будет И Спартак Снова Ошибается С передачи Вперед Фатеев Мягкая Подкидка На Павла Глушкова Не готов К этому Оказался Павел Кулаков Пас 3 в 1 Возможно Будет Контратака Уже 2 в 1 Котов Бросок Седобной Руки Шайба Где В Воротах А вот Это Да Не мытьем Так Катанем Ну и Котов Принимает Заслуженные Поздравления И похвалы От своей Скамейки Да 2-3 И Время Еще Предостаточно А Вроде Бо И Знаете Показалось То Что Спартак Уже Успокоился И Ну Не будет Бороться Да Хотя При счете В минус 2 Это Наверное Не самый Лучший Вывод Вот Они Сейчас Это И Доказали То Что Нет Ребята Мы Еще Играем Мы Еще Покажем Всем И Сейчас Минус 1 От Преимущества Сенцова Которая Вроде бы Имеет Солидное Преимущество В игровом Плане Но По счету Это Всего Лишь Одна Шайба Самое Интересное Вы можете Создать Сколько угодно Моментов У ворот Соперника Но Если вы Их Не реализуете То Цена Им Грош Контраатака Микрюков По правому Флангу Скидка На Колесникова Прерывается Эта передача Невежаным Микрюков Снова Зрячая На Колесникова Но Также Бдительно Работали На своем Пятачке Защитники Сенцова Продолжается Борьба Бочаров Набирает Скорость И Дают ему Войти По центру Бросок Добивание Семенов Шайбу Все-таки Забрал Очень активен Бочаров В этом матче Ну Сейчас Эта активность Она могла Превратиться В заброшенную Шайбу Которая бы Не помешала Сейчас Хоккеистам В синих Свитерах Да Для того Чтобы Как-то Поспокойнее Уже Готовиться К концовке Бросок Ближний угол От Дениса Ивамала И шайба Была встречена Ловушка Семенова И в борьбе Она уходит За пределы площадки Котов С Павел Лужковым Бросок Снова От Иванова С выигранного Брасывания На этот раз Закругление Попал 22-й номер Сенцова Пробрасывается Спартак Сенцова Сенцова И видимо Изменили решение Сейчас судья Вроде бы Свистали Проброс Но Перенесли Точку Убрасывания В среднюю зону Беша Укатил За ворота И Суботину Надо выбрать Справа Или слева Пытаться Выжимать Соперник Из ворот Ошибается Сейчас Сенцова Сенцова С передачи Вперед Проброс Вот Сейчас Видим Как пошли Группа Людей В сторону Раздевалок Это Не недовольные Зрители Тут Наверное При счете 2-3 Таковых Сложно найти А люди Которые Выходят Следующий Минолет Тренировка После матча Поэтому Никаких Поспешных Выводов Не надо делать Игра у нас Продолжается Павел Лужков Кулаков Передачу Все-таки Вырулил Накотова Но Готовы К этому Были Оборота Сенцова Мигунов Подставлена Клюшка Поэтому Бросок Вышел Не таким Опасным Каким Б хотел Видеть Сам Исполнитель Беша Пас на Губанова Губанова Никто не держит Абсолютно Дает ему Войти Зону И такую Передачу Он совершил На Павла Лужкова Очень опасно Беша И ушла Шайба В нейтральную Зону Досадна Но ладно Нельзя Сейчас касаться Шайбы Сенцова Это особо И не делает Спартак За контролем Заебен Ковыряшка Такую В нейтральную Зону Которую Перехватил Павел Лужков Передачу Отдал Но Губанов Губанов Сразу же С места Карьер Ворвался В зону И бросил В дальний угол А самое главное Попал 4-2 Капитан Сказал слово Когда это Больше всего Нужно было Причем Еще раз Дубль У Губанова Ну и видимо Как улучшилось Главное настроение На скамейке Сенцова Возобновилась Возобновилась игра Снова минус 2 Спартаковцы Горят И борются Они Сейчас в зоне Соперника Микряков Была у него Возможность Сейчас нанести бросок Но не дали ему Этого сделать Защитники Бочаров Бросок Рядом со штангой И Бочаров На подборе Улицового борта Нет Все-таки Обещали Его Субботин постарался Колесико Пытается уйти От Бочарова Но разница В скоростях Конечно Очевидна Снова Бочаров Пас Слишком спокойный Языбин Его перехватил И поспешил Сейчас 77 номер Атаковать Положение Вне игры Зафиксировано Самое интересное То что Времени Это еще Хватает У спартаковцев Для того Чтобы продолжить Борьбу Микряков Забросил Передачу Назыбина Тот из угла На хорошей скорости Укатывает за ворота Отдает передачу И Не смогли Целых два Нападающих Спартака Добраться Осталась Шайба В игре Хотя Такая там Дуга была У снаряда Казалось Что она сейчас Вылетит За предел Площадки Сергей Бочаров Хорошая скорость Объехал Двух И третьего Сделал Уехал за ворота Что дальше Подкидка На Канин На Канин Ударная позиция Бросок Отскок И шайба Шайба Под номером пять Оказалась В воротах Спартака Ну что ж Все таки Такое Преимущество Да Игровое Оно должно было Вылиться в заброшенные шайбы Как не работай Семенов Да Как не тащи команду Но все равно Когда Так Пятак Проигрывается Его партнерами То тут уже Хоть кем бы то ни был Хоть Семеновым Хоть и Мартиным Самим Бородо Не поможет Пять-два Закономерный На мой взгляд Сейчас результат Вадим Канин Отличился Заброшенной шайбой Передача Записана на Сергея Бочаров Который по сути И начал эту атаку Какой аккуратный пас От Фатеева На Бешу Такой знаете Чуть ли не издевательский Над соперником Вот Скорость была Передачи рассчитана настолько Чтобы Подразнить Нападающего И сейчас борьба у нас Там завязывается На пятачке Спартака Но если завершить мысль То Фатеев конечно Не с такой цели Отдавал назад Передачу на Бешу А ну Приключения привозить Совершенно не нужно По своей ворота Не справился С обработкой Сейчас передачи Глушков Но не выключился Из борьбы Леньшин Противостоит ему И удачно Это сделано Набирает скорость Скорость Сейчас нападающая Спартака Забрасывает на партнера Котов Не включился В борьбу Хотя мог бы Потому что шайба Попала В него Пробрасывается Сенцова Тайм-аут Просит Скамейка Сенцова Причем Вот это интересно Я сейчас Вот посмотрел На табло Нет Ничего я не путаю Сенцова Выигрывает У Спартака А не наоборот Что они хотят сделать Неужели хотят вратаря Убрать еще Играть-то В приличное время Три без малого Три минуты без малого Да у нас сейчас 12.01 На табло А время Периода У любительской лиги Открытого первенства Города Липецка Исчисляется 15 минутами Вбрасывание В зоне Владимира Малкина Вратаря Сенцова Лужков Поставил корпус И Оставил шайбу Спроигранного Вроде бы Вбрасывания Губанов Не глядя Отдал передачу В накат На синюю На Дениса Иванова Тот аккуратно Передача На Павла Лужкова Не сумел Павел переправить Шайбу в пустые Уже ворота Настолько была Удобной Передачей Это что Конечно Шестая шайба Могла Вполне себе Закономенно Оказаться Ворота Спартака Не срослось Перехват От Калестикова Играть Играть-то можно Финбросок На противоходе Нет Не попадает В свор Одиннадцатый номер Проброс Совершает Сенцова Да, ну конечно Тяжело Так играть Когда Неполные два звена У Спартака Это как раз В концовке И сказывается Уже Вот такие вот Контратаки Они не могут Ликвидировать Достаточно легко Уходит Иванов Пас на Губанова Ой, как много Времени у Александра Но все-таки Справились Защитники Помогли своему Вратарю И Ну не заслуживает Семенов Такой участи Как расстрел Да Суббойной Дистанции Без какого-либо Сопротивления Последние две минуты У нас уже давно идут Котов Лихой вираж Заложил И передач Неплохой Отдал на Бегунова Только Не готов был К ней Роман Бочаров Канин Сняли У него шайба С крюка И Олег Кулаков Устремляется В зону Но почему-то Не стал Сближаться С вертарем Решил Жахнуть Поворотом В здании Дистанции Не попал Кулаков Передача На Микрюкова Финт Не получает Сейчас 85-го номера И контратака Вадим Канин Оставляет шайбу На Бочарова Ух Какое столкновение Колесников Сейчас Бочаров Очень Лихо Так Пошумели Ну Вроде бы Все живы Здорово И Судейское Священие У нас Снова Какое же решение Принято Никакого Выбрасывания В центральном круге Назначается Выигрывает Выбрасывание Микрюков И значит В атаке Спартак Интересный наброс На заднюю штангу Но ни Колесников Ни Микрюков Не сумели добраться До этой передачи Контратаку И Сенцова На последней минуте Бочаров Объезжает Микрюкова Микрюкова Бросает Бросает ближний угол Справляется Семенов Колесников Отдал передачу В накат На Микрюкова Но нет Не успевает Туда 75-й номер Проброс Очередной Очень много установок У нас в этом матче И в частности В третьем периоде Пытается Совсем просто Играть Спартак Заманивает Они в зону Соперника Отбирает шайбу И тут же Посылает шайбу К синей линии В надежде на то Что Нападающий По ближнему флангу Сумеет зацепиться За передачу Губанов Отдает передачу За ворот Но там никого Из партнеров Не оказалось Но Губанов перехватывает Попытка выноса шайбы Направляет ее на пятак Поставлена трешка Шайба Оказывается на левом фланге Фатеев отработал назад Последние секунды У нас идут Матча Беша забрасывает шайбу В накат на Губанов Губанов Готов Был сутай Ох какой бросок Касание от Беша Сусов И Семенов Вытащил Это последняя бросок Матча 5-2 Сенцова Оказалось Сильнее Спартака Заканчиваем репортаж Вел который для вас Сергей Рогов До новых встреч На ледовых баталиях Занимайтесь хоккеем И пока